доброго времени суток уважаемые зрители сейчас будем проводить врезку на газировский карбюратор врезку газовых форсунок так резко чем эффективнее чем обычный допустим там вот черепашки те которые сверху она более экономична и двигатель намного лучше реагирует на педаль газа все дело в том что потому что есть такой принцип закон чем ближе доступ как бы источник газа форсунки дроссельной данными то на у нас здесь а будем резаться максимально близко к ней тем лучше реагирует двигатель на педаль и тем экономичнее у нас получается сама работа двигателя и лучше более ровно для этого нам понадобится ну вот такой шуруповер накернить и форсунки но форсунка будет использоваться одна потому что второй не нужно в основном все работает на одной камере ну начинаем врезку хотел сказать если вам видео понравится ставьте лайки подписывайтесь на канал и если какие-то вопросы возникают пишите в комментариях я буду них отвечать и так вот сейчас мы врезаем наш нашу форсунку газовую в карбюратор который мы сняли с нашей газели вот самое оптимальное место вот если так посмотреть вот в эту камеру будем врезать будем вот в этом месте такое самое оптимальное место вот я здесь уже накернил чтобы можно было резать свердло используем 9 миллиметров так как нам потом понадобится метчик на 10 чтобы мы могли нарезать резьбу в общем как я делаю ну вот так берем и просто сверлим не получится мне показать как я буду сверлить просто как бы я один и сверлить теплую и камеру держать очень тяжело ну и будет эффекта сейчас просверлю и все вам покажу потом после видео то есть будет настройка как настраивать вот автомобиль уже с поставленным встроенным газом то есть настройка регулировка автомобиля для того чтобы он уже ездил просверлили мы дырку нашем карбюраторе и теперь будем брать метчик и нарезать вот резьбу тоже как бы то есть сейчас уже покажу когда будет готовая резьба вкрутила нашу форсунку карбюратор вот она у нас находится заподлицов с камерой потому что ее нужно немножко обрезать вот так предположим для того чтобы когда она закрутила сам корпус чтобы она не ну ее часть не выглядывала в камеру так как это потом влияет на количество воздуха проходящего ну и двигатель будет работать по-другому любой наше вмешательство лучше делать таким образом чтобы минимально мешать карбюратор работать и единственное как бы минус вот этого дела можно вот здесь сверлиться или можно вот здесь сверлиться но здесь немножко выше как бы немножко мы теряем наше расстояние к дроссельной заслонке а здесь просто будет ну как бы не особо удобно прикручивать гайку ну все можно прикрутить при желании и с вот эти контакты так как они уже не нужны будет на работе на газу они вот находились здесь все возвращаемся к машине будем ставить а потом все регулировать и так сейчас будем проводить регулировку нашего установленного оборудования у нас есть прежде всего хочу сказать болт холостого хода который подает фиксированную порцию топлива болт чувствительности мембраны который при настройке то есть регулирует чувствительность педали газа и винт жадности в общем заводим бензину на машину на бензине и переходим на газ но предварительно закручиваем этот до упора пластмассовый болт холостого хода закручиваем до упора и откручиваем раз два три полтора оборота это как бы стандартная настройка потом переходим на газ и все перестраиваем был жадностью нас полностью выключен и так автомобиль работает на бензине сейчас будет переход на газ ну человек в кабине перейдет на газ вот сейчас автомобиль работает на газу не трона все вот педаль газа отпущенная и у нас получается что двигатель работает нормально что мы делаем первое отвертка уменьшаем холостые до минимума чтобы двигатель еле еле работал следующий шаг секундочку я вставлю отвертку вставляем вот я вставил отвертку и потихоньку выкручиваю до того момента пока не начнут повышаться поднялись обороты вы это услышите вот слышите поднялись обороты назад вот это положение когда обороты вот только сейчас вот видите начнут подниматься возвращаем сюда и делаем один полный оборот раз два можно вот так полтора все вот сейчас мы и выставили нашу мембрану она отрегулирована возвращаем назад наш холостой ход нормальное положение теперь у нас есть винт жадности которыми регулируем и как автомобиль будет работать что нам нужно для этого сделать чтобы человек который находится в кабине сделал две с половиной три тысячи оборотов стабильных и я буду крутить для того чтобы ну вот смотрите пока не не перестанет я секундочку больше прикручиваем все в принципе регулировка закончена можно глушить и так что я сделал я в то время как допустим человек газовал на 3000 оборотов нашел самую горку этих оборотов но только до того момента пока ты крутишь а горка не меняется в принципе не знаю как объяснить таким образом в общем выставляем болты до того момента пока обороты будет максимальная но больше чем максимальные обороты уже то есть если вы крутите обороты не меняются значит это была ваша горка ну вот и все в принципе по настройке теперь автомобиль легко заводится и работает заведите пожалуйста сейчас смотрим а то а а а и а Продолжение следует...